Ежедневно на 147 придомовых площадках проходят различные активности для детей, которые летние каникулы проводят в Сочи. Каждая из площадок нашего двора закреплена за профильным ведомством администрации. Задача специалистов управления – организовать интересный и разнообразный отдых для школьников. Это и анимация, и творческие встречи с артистами, и спортивные игры. На площадке все лето работают учителя физкультуры, тренеры и волонтеры. В гости к юным сочинцам приходят и шефы, разумеется, с подарками в виде спортинвентаря, канцелярских принадлежностей или мороженого. А на досуговой площадке, что на улице Рос, прошел мастер-класс от чемпионов мира по стрельбе из пневматического оружия. Мы все больше и больше пытаемся удивлять в рамках проекта «Площадка нашего двора». И как раз это новое удивление, новый сюрприз для наших детей и подростков. Это своего рода такой мастер-класс, который нам позволит взрастить именно сочинских спортсменов. И мы надеемся, что в 2021 году именно сочинцы возьмут какие-то титулы. Мастер-класс для юных сочинцев провела лично Анастасия Черненко – четырехкратная чемпионка мира по практической стрельбе. На время подготовки к чемпионату мира Анастасия перебралась в Сочи. Сюда в 2021 году приедет более полутора тысяч спортсменов. Пока же представители спортивной федерации активно популяризируют этот вид спорта в нашем городе. Мы стараемся проводить информационные такие акции, чтобы познакомить ребят с этим видом спорта, показать им, как можно квалифицированно обращаться с пневматическими пистолетами. Возможно, кто-то из них придет в детские секции, начнет заниматься и через два года будет представлять нашу страну в составе сборной России. Сейчас у нас открылась уже одна секция на улице Гагарина, 72. В ближайшее время мы планируем еще открыть несколько секций в разных районах города. Подобная презентация на досуговых площадках – не разовая. Мастер-классы от чемпионов мира пройдут и в других районах. Летняя кампания «Площадка нашего двора» продлится до 31 августа. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...